Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Курлович. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как подкормить голубику на вашем участке. Вот у нас мы видим здесь крупные, хорошо развитые кусты. Они уже в фазе начала цветения. Но кормить надо голубику и в это время. Хотя, как положено по правилам, кормить вот это растение нужно в течение всего сезона. И начинаем мы первую подкормку с того момента, как у голубики набухают почки. Начинается сокодвижение. И заканчиваем уже, когда начинает краснеть листва примерно в это время. Основными элементами питания голубики, так же как и других растений, являются азот, фосфор и калий. И для этого мы используем соответствующие удобрения. Из азотных это сульфат аммония, из фосфорных это суперфосфат простой или двойной. И из калийных это сульфат калия. То есть все удобрения, которые имеют кислую реакцию и являются солями серной кислоты. Ну, кроме этого, еще, конечно, нужно добавлять комплекс микроэлементов. В них входит сульфат магния, сульфат железа, сульфат цинка, ну и других меди и прочих элементов, которые нужны в микроколичество. Так вот, начиная кормить голубику с весны, мы понимаем, что растение будет подвержено и заморозкам, и резким перепадам температуры. Ночью и днем. То есть ряду неблагоприятных факторов. Для того, чтобы растение вот это все хорошо перенесло, с ранней весны мы основной упор делаем на калийные удобрения. Но один вид удобрения, он, как правило, усваивается плохо. То есть он просто теряется. Поэтому мы будем вносить не чисто сульфат калия, а будем его смешивать с небольшим количеством азота и небольшим количеством фосфора. Дальше, когда растение начинает вегетировать, уже вот пошли растения листья, цветение, тогда можно использовать ту же фертику. Весна-лето универсальное готовое удобрение. Оно там как раз содержит в сбалансированном количестве все основные элементы питания и микроэлементы. Мы вносим такое удобрение. Либо же смешиваем сами. Если у вас готового удобрения нет, значит берем по отдельности составляющие и смешиваем. Обычно вот в течение сезона вегетации смешивается азот фосфор и калий в пропорции такой. Азота где-то 7-8 частей. Ну, мы вот будем ложками мерить. Так, раз, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Где-то четыре-пять частей двойного суперфосфата. Так. Стоит берем вот ложечкой. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и ложек шесть, даже нужны восемь калия сульфата. Почему отдаем предпочтение калию? Потому что голубика растет на кислых почвах. И на таких почвах, как правило, калий в дефиците всегда. Он переходит в трудноусвояемую форму и плохо усваивается растениями. Теперь вот мы насыпали эти удобрения в ведро. Аккуратно перемешиваем. Так, чтобы размаминаем комки. Ну и дальше можно вносить нашу подкормку. Так, вот мы смешали удобрения, приготовили смесь. Так вот, такой смеси на такой вот большущий куст, вот видно какой он высоты, может быть немножко поменьше, но ему должно быть по возрасту не меньше шести лет. За сезон вегетации нужно внести 200 граммов вот такой смеси, не больше. Ее можно, конечно, внести за один раз, но лучше, если вы будете вносить понемножку мелкими порциями. Садоводу-любителю на дачном участке проще всего мерить ложками. Вот столовая ложка хорошая, значит, на такой куст за весь сезон это нужно внести 16 ложек таких. Ну вот поскольку мы сейчас вносим одну из подкормок очередных, мы не будем вносить все 16 ложек, но мы внесем, допустим, 2 или 3. Берем вот ложку удобрения, высыпаем в руку и аккуратненько засыпаем его вокруг нашего кустика. Прямо по вот этой щепе. Так, одной ложки куст большой нам маловато, значит, берем вторую. Вот за один раз двух ложек вполне достаточно. Аккуратненько вокруг всего кустика, чтобы попало со всех сторон растению. Вот и вся сложность, в принципе, внесли. Но при желании, если хотите, чтобы удобрение попало уже скорее к корням, можно немножечко, очень осторожно пошевелить вот эту щепу здесь. Рехлить глубоко у голубики нельзя. Вот этот круг голубики земли. Вот смотрите, мы разворачиваем эту щепу и мы видим, что корневая система у голубики прямо вот у поверхности. Вот уже корешочки, видите, я вот ковырнула, вот они. Вот. Видны прямо на руке. Это корни голубики. То есть вот слой щепы, она снизу минерализуется, разлагается и уже в нее идут корни сразу. Если вы будете здесь сяпкой, там, с каким-то орудием труда работать, стараться перерыхлить это все, тогда вы просто повредите корневую систему. Потому что, ну, у голубики корневая система разрастается в ширину, в глубину идет она, ну, сантиметров на сорок максимум. Вот. А именно у самой поверхности находится основная масса корней. И поэтому, вот когда мы рассыпаем вот так вокруг куста, то есть мы равномерно вносим удобрение по всему периметру распространения корневой системы. И растение максимально быстро его захватывает. Можно после того, как вы эти удобрения рассыпали, взять и просто полить аккуратненько. Из леечки или из фланга, там, с капельным разбрызгиванием. И удобрение растворится, оно сразу пойдет к корням. Поэтому вот, чем чаще и более мелкими дозами вы будете вносить, тем эффективнее будет расходоваться ваше удобрение. До сих пор мы говорили с вами о подкормке больших взрослых кустов, которые у меня на заднем фоне, выше меня ростом. Но дачники же покупают, высаживают кустики небольшие. Ну и потом они нарастают постепенно. Что делать в этом случае? Естественно, удобрения вносятся те же самые, в той же пропорции меняется их количество. Естественно, более мелкому кусту такое количество, то бишь 200 граммов на сезон, не требуется. И мы регулируем количество удобрений в зависимости от высоты и степени развития куста. Если вы только посадили двухлетний саженец, то в первый год я вообще не советую кормить растения. Для чего? Потому что если в почве достаточно удобрений насыпано, значит корневая система не заинтересована в развитии саморастения, то есть наращивании корневой системы, потому что растению не нужно искать питание. Оно вот здесь вот лежит под кустом и всё. А когда растение ощущает дефицит, значит оно начинает захватывать площадь и наращивать корневую систему. То есть первый год посадки, удобрениями, подкормками увлекаться не нужно. Ну если уже очень хочется, ну там чуть-чуть, вот чисто посолить, как суп присаливаем, не больше. На следующий год после посадки мы вносим ту же вот смесь фосфор, азот, калий, или взяли готовое удобрение с микроэлементами, на весь сезон, ну максимум столовую ложку. То есть вот чисто солим вокруг куста еженедельно, не больше. Дальше прошёл ещё год, то есть ежегодно вот начиная с одной этой ложки удваиваем дозу. То есть на второй год после посадки вносим одну ложку, на третий год две, на четвёртый внесём четыре, на пятый внесём восемь, на шестой у нас будет шестнадцать. И всё, на этом останавливаемся. Сколько бы уже потом не было лет вашему растению, какого бы оно размера не было, больше вот этих шестнадцати ложек или двухсот граммов на кустик мы не вносим. Лишнее не нужно. Вот на такой кустик, допустим, за сезон ста граммов более чем достаточно. Хотя он уже и достаточно старый, но это сорт, который растёт медленнее, он низкорослый, он развивается хуже, перекамливать его нет смысла, потому что выросшие побеги за лето, вытянутые, длинные, они не успеют одревеснеть, они просто обмёрзнут. И получается, что то же самое, что мы удобрение выбросили, что мы его высыпали под куст, разницы не будет никакой. Ни куст не нарастёт, ни используется по назначению наше удобрение. Они будут просто потрачены впустую и будут впустую потрачены деньги на них. Поэтому голубику кормите, но без фанатизма. Дальше, во второй половине лета, примерно с середины июля, начинаем делать акцент на фосфорно-калийную смесь. Почему? Потому что в это время уже идёт торможение роста, но начинается подготовка растений к перезимовке. То есть побеги должны хорошо одревеснеть, растение должно подготовиться к стрессовым ситуациям. И вот именно фосфор отвечает за перенесение стрессовых состояний, калий за одревеснение побегов. Но без азота они тоже плохо усвоятся. Поэтому мы азот добавляем, но добавляем азотное удобрение в очень небольшом количестве. Вот такой сбалансированный состав есть в той же фертике осенней. Хорошие удобрения есть сейчас флоровитовские. Вот фирма «Флоровит» там тоже есть специальные для голубики подобранные. И подобранные именно по сезонам. Поэтому в продаже это всё есть у нас. Официально можно пользоваться именно этими удобрениями. Ещё один момент внесения удобрений. То есть всю дозу, в принципе, если лень заморачиваться, можно внести и за один раз, конечно. Но здесь, во-первых, будет частично испаряться удобрение само по себе. Частично оно будет промываться водой. Возможно, там пойдут сорняки, они тоже часть заберут. И будут наблюдаться потери. Ну и растение, оно же в какой-то момент, оно что-то забрало, а дальше на весь сезон ему того, что мы внесли, не хватает. Поэтому лучший, конечно, вариант вносить удобрения мелкими дозами. Можно разбить эту всю дозу летнего периода на три раз в месяц. Можно, допустим, два раза в месяц на шесть доз разделить. Но именно вот те 200 граммов, которые положены на вот этот большущий куст, нужно внести вперёд, там сначала, допустим, мая до конца июня или до середины. Но внести вот именно вот частями его. Не всё сразу, а частями. И чем чаще, тем, конечно, лучше. Чем вы каждую неделю приехали на дачу, немножечко подсыпали, полили, растение забрало то, что вы внесли. Приехали в следующие выходные ещё немножечко. Это гораздо лучше, чем внести всё сразу и просто уже потом ждать результат. Поэтому старайтесь по возможности разбивать всю дозу на мелкие части и вносить понемножку. Ну, если уже такой возможности нету, ну, накормите растение раз. Ну, так, по крайней мере, будет лучше, чем его вообще не накормить, если у вас недостаточно элементов питания в почве. Хотя голубика, она растение, привыкшее жить в очень бедных, по питательным элементам условиях. И оно, в принципе, с недостатком элементов лучше справляется, чем с избытком. И ещё один момент. Если у вас растения высажены в почву, кислотность которой, то есть pH соответствует требованиям голубики, ну, это где-то от 4 примерно до 5,5 pH единиц. Значит, в таком случае почва у вас кислая, и хотя условия для голубики подходящие, но тем не менее для растений в таких условиях растения будут ощущать недостаток калия и недостаток кальция. Поэтому особенно вот в весенний и осенний период обратите внимание на добавки именно калейных удобрений. А в момент, когда вот цветёт голубика и начинает формироваться ягода, можно добавлять кальций, содержащие удобрения. Для чего это нужно? Для того, чтобы плоды были более плотными, и растение меньше болело. Если же у вас почва выше pH, чем 5,5, здесь ваши растения будут ощущать дефицит в первую очередь железа, меди, магния, то есть основных микроэлементов, которые необходимы для жизни растений. Ну, естественно, серый, но и ряда других, конечно, там борцинг. Поэтому в данный момент есть уже разработана линейка удобрений, которые можно вносить по листу в микроколичествах. Можете пользоваться таким вариантом, то есть разводить эти удобрения и просто, когда развита листва уже у голубики, опрыскивать по кусту. Или же именно добавлять микроэлементы при внесении макроэлементов и именно учитывать вот специфику pH вашей почвы, ну и время, естественно, развития куста. Надеюсь, информация будет полезной для садоводов и даже и для фермеров, и принесет удачу вам в выращивании культуры этой. Успехов вам вкусных и хороших ягод и урожаев крупных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok